Реализуй свой потенциал. Спрашивайте в аптеках. Здравствуйте, здравствуйте! Переносимся в Прагу, на О2-арену. Замечательную арену, скажу я вам. Просторная, вместительная, суперсовременная. И суперсовременный хоккей мы будем с вами смотреть. Сборная Чехии принимает сборную России. Позавчера эти команды встречались. И наверняка вы смотрели этот матч, который завершился победой команды Олега Знарка со счетом 4-3. Не все там было просто, но самое важное, что по всем основным статистическим показателям в преддверии Кубка мира сборная России превзошла своих соперников. То есть больше бросала, больше силовых приемов применила, больше бросков заблокировала. Ну а интрига висела до самой последней минуты, потому что чехи не готовы были мириться с поражением. И Бобровский нас в концовке выручил, за что ему огромное спасибо. Итак, повторение пройденного. Но наверняка тренеры кое-какие изменения внесли в тактический рисунок игры, дали новое задание. И им сегодня будут демонстрировать более содержательный и качественный хоккей. Потому что сейчас нужно думать прежде всего о качестве. Выставочные матчи, конечно же, важны для создания настроения, для того, чтобы побаловать публику. Ну а внутри команды прежде всего нужно думать о качестве. А результат уже важно давать на самом Кубке мира. Оценивать будут по этому турниру. Выставочные матчи быстро забудутся. Хотя, конечно же, повторюсь, по выставочным матчам уже можно какое-то представление себе обоиспособности той или иной команды составить. В любом случае, это большой праздник для болельщиков, которым посчастливилось прийти на арену, достать билеты. В Санкт-Петербурге был аншлаг. В Санкт-Петербурге болельщики за любые деньги готовы были покупать билеты. И проблема лишнего билетика, конечно же, существовала. Не все сумели попасть на ту игру. Не все желающие. Так что праздник был в Санкт-Петербурге. Сегодня праздник в Праге. Ну а затем сборная России отправится уже за океан. И там проведет в Питтсбурге выставочный матч против канадцев. Будет невероятно интересно. Ну давайте обо всем по порядку. Составы играющих сегодня команд на ваших экранах. Ознакомьтесь с ними вот в таком графическом эквиваленте. Ну а мы потом будем вам рассказывать об изменениях уже по ходу нашего репортажа. Здравствуйте, здравствуйте. Я Дмитрий Федоров. Великолепная суббота на Матч ТВ. Выставочная встреча Чехии и России в рамках подготовки к Кубку мира. Позавчера сборная России встречалась с теми же самыми соперниками в Санкт-Петербурге. И там одолела подопечных Яндыча со счетом 4-3. На той игре присутствовал мой напарник по репортажу Алексей Бадюков. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что же, сегодня второй матч подготовки перед Кубком мира. Европейский этап для сборной России. И сегодня противостоит очень серьезный соперник. Крепкий соперник, как себя показал сборная Чехии в Санкт-Петербурге на маленькой канадской площадке. Сборная России очень хорошо начала и активно начала ту встречу. Но чехи показали, что готовы навязать силовую борьбу, наказывать за ошибки, коих было достаточно у нашей команды. Но куда без них, потому что все-таки сентябрьский хоккей. И не было еще игр у многих игроков. Только четыре игрока нашей сборной играли в чемпионате КХЛ. Остальные же готовились. И три дня буквально было на тренировке. Но вот начало матча и особенно дальнейшее продвижение показало, что физически ребята готовы очень здорово. Итак, давайте расскажем вам о том, что же изменилось в сборной России. Кое-что изменилось. Во-первых, сегодня в голу Семен Варламов, Василевский в запасе, Бобровский отдыхает. Сидит где-то там на трибуне и наблюдает за происходящим, за этой красочной церемонией представления игроков. И также сегодня не принимает участие в матче. Марков сегодня в паре с Местером играет Емелин. И изменения в четвертой тройке. Анисимов сегодня играет с Телегиным и Наместником. Павлу Дуцуку предоставлен отдых. Замечательные мелодии звучат на О-2 арене. Это пражская арена, на которой выступал, как вы помните, Лев в бытность КХЛ. Помните, был такой клуб, который дошел до финала Кубка Гагарина. Потом, к сожалению, не смог продолжить выступление в КХЛ. На О-2 арене был установлен рекорд посещаемости в нашей Лиге. Больше 16 400 болельщиков пришло. Но есть один очень важный недостаток у этой арены. Она душная. И лед плохой. Скачет шайба. Кто-то скажет, что профессионалы обязаны уверенно играть на любом покрытии. Но вот Алексей Бадюков, я думаю, что этих скептиков поправит. Но надо еще сделать... Учитывать тот факт, что арена здесь не как в Санкт-Петербурге маленькая, а именно европейских стандартов. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Могучая воля, великая слава, Славься, Отечество! Наше свободное Братских народов Союз вековой Приятка ми данная Мудро сенародная Слася страна И аргиме са тавой И аргиме са тавой Братских народов И аргиме са тавой Четверо Олдом оф Мой Четверо Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Но в сентябре понятное дело, что вопросы будут возникать. Все-таки не привыкли НХЛ-овские профессионалы к тому, что приходится столь рано начинать и демонстрировать какие высокого качества. Ну и также можно отметить новое испытание для наших игроков и чешских тоже. Играли и Санкт-Петербурги на маленькой площадке. Где-то было очень много равной по силовой борьбе статистика у команд. А вот сейчас приходится на европейской площадке все-таки больше бегать, здесь больше раскатов, более широкая игра. И ты уже отметил, да, что достаточно душный дворец. И плюс вот это два фактора, которые могут в какой-то степени разнообразить игру той и другой сборной. Ну как-то ее изменить. Помните, девочка Маша из мультика говорила. Кровать скрипучая, подушка душная, одеяло кусачее. Ну вот еще раз я возвращаюсь к этой теме. Душные катки накладывают отпечаток на игру. Это любой хоккеист вам скажет. Нойверт в игре. Такое детское выражение лица у него. Но он уже достаточно опытный голкипер. И хорошо знаком Александру Овечкину, с которым вместе выступал за Вашингтон. Сейчас Нойверт играет за Филадельфию. Он там, можно сказать, не основной голкипер. Меньше половины матчей провел. Но Ост заканчивал плей-офф. Ставьте, основной голкипер. Причем играл просто потрясающе. По одной шабе пропускал. Один матч засушил. Благодаря ему серия так долго продолжалась. Иозеф Язмыч сказал в интервью, что будет пытаться чередовать игру двух вратарей. Мразик Петр уже сыграл в Санкт-Петербурге. Но Нойверт вот сейчас вышел на домашней арене в Праге. Да, действительно хороший у него статистика. Три матча сыграл. И показатель 6. 0-6 голов за матч. И первое удаление в матч происходит на пятой минуте. Ну, вернее, уже шестая пошла. Вадим Шапачев будет удален за блокировку. Здесь борьба возле борта. И достаточно грубое, по-моему, было нарушение именно на пятачке. И здесь, значит, ну, неумышлено абсолютно, да, неумышлено Вадим Шапачев. Он уже больше открывался под пас от защитника, ждал. А игрок чешской сборной пошел активно на защитника. Команды забрасывали в Санкт-Петербурге шайбы в большинстве. Потренировали и большинство, и меньшинство. Этот аспект в неравных составах будет очень важен на Кубке мира. Поэтому, ну, ничего страшного. Удалился наш хоккеист. Попробуем, порепетируем игру в меньшинстве. И опять опасная атака. И опять ее в ближнем бою выручает нашу команду Варламов. Рикошет. Потеряна клюшка. И нужно выводить шайбу из зоны и быстренько меняться. Ну, а вверх останавливает шайбу. Накладал. Начинает атаку. Челегин, какой молодец, пошел активно и заставил ошибиться Чехов. Вот Олег Знарок говорил, что целых три бригады большинства у нашей сборной. Попробовал, он будет пытаться разные. Конечно же, хочется ему в разных сочетаниях посмотреть, но все равно надо определяться именно с двумя бригадами. Вот что касается Чехов, то не так уж и много у них людей, которые играют. И на большинстве отметим Хэнзела, который на пятачке очень здорово работает. Передача в закруглении. Орлов упал. И, кстати, поднялся. Все в порядке. Мощный бросок. Больше опасных моментов создали Чехи в зачине встречи. И не только благодаря большинству. Они пытаются диктовать свои условия. Бросок в ближний угол. Активно действуют Чехи и не удаются перехваты россиянам. Но Чехи очень здорово из угла треугольник делают. В одно касание доставляют шайбу на пятак. В район Усов. Оттуда хорошие броски. В полном составе играет сборная России. Шипачев появился на площадке. Он с шайбой. Ушел за ворота. И отправился на смену. Все в равных составах. Держим шайбу. Приходится уйти за свои ворота. Удаление будет у Чехов. Примерно за то же самое, за что Шипачев удалили. За блокировку, за подножку. Теперь попробуем большинство. Ну, по первому периоду в игре в Санкт-Петербурге было только одно обоюдное удаление. Большинство не было. В основном семь удалений пришлось на второй период. Почитен сейчас залет. Приведут в порядок. И как раз есть время собраться с мысленным большевикам сборной России. Вот какие-то директивы получили они от тренеров. Удивляет меня у два арены. Смотрите, есть пустые места. Вот Чехия в последнее время выглядит невыразительно на крупных турнирах. И, видимо, уже болельщик не так любит свою национальную команду. А сборной Чехии прочат эксперты НХЛ-овски в последнее место. По всем параметрам. И по игре обороны, и по игре нападающих, и по вратарям. Вот такую оценку дали специалисты на сайте НХЛ. Команде Йозефа Яныча. Да и ему самому тоже дали низкую оценку. Ну, для Йозефа Яныча, кстати, это, можно сказать, и домашняя арена в какой-то степени. Потому что он залив, когда взял в разды правления главного тренера в Альве. А он... Тогда они на другой арене играли. Но некоторые матчи они играли, да. Лев играл на этой арене. В октябре его уволили с поста. Ну, вот можно сказать, что и домашняя. Вот, смотрим, повтор опасного момента. Прям близкие были к голу Чехии. А Марченко был... Все на ленточке. Это Марченко был близок к тому, чтобы сделать второй автогол. Поскольку в первой игре как раз Ханзел забил гол. Отдавал он передачу, не глядя под себя. И попал в конек Марченко. И в итоге шайба зашла в ворота. Да, можно сказать, что рикошеты и отскоки были в пользу Чеха в Санкт-Петербурге. Ну, мы отметили уже Ханзел, который хорошо работает. И отметили тот факт, что нашим защитникам и всем нашим игрокам, кои пытались и старались играть, спускаться пониже, помогать своим защитникам. Но все равно на пятачке придется на Кубке мира столкнуться с очень серьезным сопротивлением. Сопротивлением очень большие ребята. В частности, Ханзел метр девяносто семь ростом. Ну, таких много достаточно. Шипачев проиграл в брасывании. Опять три четверти в брасывании он проиграл в Санкт-Петербурге. По прошлому матчу у него как раз 24 процента. Показать или отмечали на вот этот фактор именно на пресс-конференции Олег Знарок сказал, будем работать на тренировке. Я понимаю, но все равно, если Шипачев взять, то в чемпионате у него достаточно хороший процент. Что происходит? Что происходит? Ну, это не разбериха называется при выходе из зоны, поскольку еще только вот наработки. Которые на тренировке, может быть, и проходят, хоть и немного тренировались, но в игре при сопротивлении должном они не получаются. Мы видим, что на синей линии действует Зайцев. И в Санкт-Петербурге он иногда выходил на синюю линию. С другого края Малкин. И звено из Санкт-Петербурга. Ну, можно сказать, бывший звеноска. Потому что Фанарин не забыл старые связи. Варламов молодец в этом моменте. Помог своей команде. Зайцев не разобрались с Малкиным. Кто будет открываться на борту. Малкин пошел уже в раскат. И это, кстати, бросалось в глаза. И по первому матчу тоже вроде бы нападающий работает. Но приходилось там и Овечкину назад догонять в контратаке и Малкину. Потому что все-таки чревато вот это вот атакующее звено тем, что будут провалы. Ребят, ну бросать-то мы будем. Что мы собираемся делать в большинстве? Заряд Орлова. Жебы не доходят до Нойверта. И контратака Чехов. Два в одного. Да, наверняка сейчас и будет жесткий разговор на скамейке. Может пару крепких слов сказать Олег Знарок за такое большинство. Впрочем, еще 25 секунд на исправление имеется. Ну, страшно, я сейчас говорил. Орлов бросает, попадает в игрока. Да, случайно. Но сразу же контратака два в одного. И приходится назад помогать вместо второго защитника. Поскольку его нету, да, выходит Овечкин на падение. Кузнецову приходится назад бежать. Орлов не часто играет в большинстве за океаном. В меньшинстве и того меньше. И надо сказать, что концовка сезона у него не получилась. Он играл в третьей паре. Минимум игрового времени. Считается он атакующим защитником. Он очень хорошо действует в формате 5 на 5. Если посмотреть его статистику. Гол плюс пас по игре 5 на 5. То из наших оборонцев в последние годы только у Андрея Маркова. Вот статистика. 29 очков он набрал за Вашингтон. 5 сезонов играет за эту команду. Да, действительно, не всегда у него получается выходить в большинстве. Но он такой надежный, достаточно жесткий защитник. Он себя и на чемпионате мира тоже таким показал. Плавина первого периода позади. Пока сборная России выглядит невыразительно. Но я попытаюсь это объяснить тем, что арена душная. Я вот возвращаюсь к своей мысли о том, что другой каток. И это означает, что постепенно подопечные Олега Валерьевича из нарка адаптируются и прибавят. Будем в это верить. Красенка неточная передача. Быстро чехи выходят. Из своей зоны преодолевают зону нейтральную. И сразу же пытаются создать неприятности российской команды. Очень много потерь. Пока слабая пасовая игра. Много брака. Вот такое столкновение. Хорошо. Главное, чтобы Бестран. А то в первой встрече Саботка получил повреждение. И возникла стычка. Вот вам и выставочный матч. Алексей Емелин, он, да, может так красиво встретить. Достаточно жестко человек, который играет в Монреале. Безжалостный защитник. Славится своими силовыми приемами. Абсолютно деструктивными. Абсолютно деструктивными. И в первом матче тоже были стычки. Но вот здесь решил Емелин, что профилактически нужно врезать в соперника. И хороший получился стык. Плата. Накладал, досталось. За него в пал отступился. Накладал, конечно, мог Емелина. Ну, положа. Руку на сердце мог и травму нанести. Хотел красиво и жестко сыграть. Накладал здесь, работал именно по шайбе. Пробросил дальше. Но Емелин хотел именно жестко сыграть. Тарасенко. Все побегали друг к другу. Поблевались немного друг к другу. Поприветствовали. Пощупали друг друга. А Емелин отправился в штрафной бокс. Я уже сказал, что у него деструктивные силовые приемы для соперника. Весьма-весьма травматично для оппонентов он действует. Ну, здесь очень спокойно его соперник поднялся. Без видимых затруднений. Я уже сказал, что в первой встрече в Санкт-Петербурге Соботов получил травму. Янтыч сказал, что он примет участие в Кутки Мира. Вот так вот обнадежил. 30-летний защитник Монреаля. Воспитанник Тольяттинской лады. Пятый по показателю, по набранным очкам. Правда, ни одного гола не забил он в регулярном чемпионате за 72 игры, 12 передач. Но всегда отличался и в игре, и за Акбарс, и за сборную своей жесткостью именно. И сейчас именно это подтверждает. Вбрасывание в зоне чешской команды. Вбрасывание на этот раз выиграно. Тарасенко на синей линии. Бросок не получился. Бросок заблокирован. Чехи в меньшинстве. Тарасенко возвращает на синюю линию. Там Орлов. Передача на линию ворот. Кузнецов посматривает, где партнеры. Здорово он в разрез сейчас отдавал пасик. Тарасенко на синюю линию переместился. Орлов встал на позиции Тарасенко. Больше движения нужно. Больше движения. В большинстве нужно напрягать соперников. Запутывать. Орлов передал налево и последовал бросок. Но вот это уже хотя бы кое-что. Потому что предыдущее большинство это просто слезы. Орлов зарядил. И по очереди бросает Орлов и Овечкина. Кучеров, как в матче ранее, не смог подработать шайбу. А на пятачке трудился Кузнецов. Не будет контратаки. И тем не менее состоялся бросок. Ну как же так? Было у нас численное превосходство в собственной зоне. Там втроем были. И один чешский игрок вот так вот накручивает. Двух россиян бросает. Это Томаш Плеканец. 33-летний капитан сборной Чехии. Как здорово он обокрал Орлова. Да, конечно, Плеканец это лидер команды. Но нельзя же вот так давать обыгрывать, давать бросать. Конечно, он очень опытный. Девять чемпионатов мира. Две Олимпиады позади. Но вот когда называют главную звезду чешской команды, то обычно упоминают Плеканица. Проворачика забывают. А о нем тоже стоит поговорить. Может быть, он даст сегодня и повод. Не сейчас. Санем, потому что сборная России в большинстве недолго имеет численное превосходство. Передача, бросок! Ну вот, наконец, стали нагружать Нойверта. Зайцев. Не стал бросать. Он дал Шипачева. Тут возвращает Зайцеву. И в полном составе играет Чих. Большинство не клеится в сегодняшней игре. Нойверт прижимает шайбу кольду. Не совсем получилось. Да, бросил Малкин. Очень хорошо. И за ворот передачу получил он от Додонова. И сразу же бросок в упор. Да, Палкин обычно попадает. Но очень близко друг к другу. Все-таки вот что значит нападающий. И защитник все-таки в разных командах играет. В разных лигах играли. Сейчас будет Торонто. Зайцев играет. Но Зайцев получает осеннюю линию передачу. Двигается с ногами. Двигается в центр. Но Малкин не успевает сделать ширину атаки для того, чтобы Зайцев ему отдал и бросил. Чехи выигрывают в сбрасывание. Михалик. Перевод шайбы вперед. Ну, есть два Михалика. Милан Михалик и Сденек Михалик. Тот, что защитник под вторым номером из Аризоны из Сденек. Ну, а Милан из Торонто нападающий. Бросок. И я уже говорил о том, что Михалик из Торонто сегодня переведен в первое звено. Хороший получился атака. Иван Телегин вошел в зону. Сделал вертушку. Как он это любит. Очень быстрый нападающий. И в меньшинстве по прошлому матчу он отличался именно такими. Вместе с Павлом Датюком в меньшинстве часто играл. Павел Датюк сегодня не играет. 15 минут в среднем он сыграл в прошлом матче. 50% вбрасывания, кстати, выиграл. И имел возможность в конце первого периода в штангу попал. Мразик там вытащил. И хорошая контратака. Правда, пропустили его звено. Именно пропустили первый гол, когда Кэмп не забил. Но так вообще очень здорово смотрелся. Очень хорошо. Я думаю, что правильно сделали, что дали ему отдохнуть. Его форма, его умение готовиться к важным турнирам у тренеров не вызывает. Нет вопросов, поэтому дали ему передохнуть. Ну, тем более, он один из тех игроков, который уже сыграл 6 матчей в этом чемпионате. И имеет игровую практику. То есть проверять Павла, я думаю, что не стоит. Кучерова показывает нам крупным планом. Без контракта он, Орлов, Нестеров. Вот так патриотично ведут себя. Ребята, с другой стороны, это возможность показать себя на столь крупном турнире. И мог бы подписать контракт. Да, не смогли договориться. Удивительно, на самом деле, отношения именно Кучерова-Тампы. Поскольку... Все-таки потолок зарплат. Тут еще тоже нужно это все учитывать. Но то, что Кучеров элитный нападающий, в этом нет ни малейших сомнений. В предыдущей встрече он это уже продемонстрировал. Продемонстрировал, забросил шайбу, отдал передачу. В любом случае, права именно у Тампы на Кучерова. И поэтому сейчас у него будет достаточно предложений, хороших предложений от других клубов. Очень часто в сборной России приходится вот так вот кружить вблизи своих ворот. Из-за невозможности сделать обостряющую передачу из-за прессинга Чехов. Чехи сегодня прямо-таки неузнаваемы. Они очень здорово прибавили. Водушевлены игрой на своей площадке. Хороший получился раскат и неточные передачи. А если бы шайба пошла в тушку, то могли быть неприятности у Семенова Орламова. Хороший момент. И Зайцев мог иметь... Получил пас от Малкина. Хороший контратак именно получился взаимодействием всех пятерых. Потому что один вывел шайбу, другой подключился. Также сыграл жестко. И продолжилась атака. Малкин имел хорошие возможности отдать точную передачу. Главное, что проигрываем подборы. Проигрываем подборы. И очень часто в борьбе мы не доминируем. Вот это беспокоит. И это нужно исправлять после оперёра. Уорочек просто подсражался и от синей линии последовал бросок. У Уорочек был хороший сезон предыдущих. Вот тогда он был просто великолепен. На золотую пушку в Чехии получил. В матче всех звёзд МХЛ участвовал. Прошедший сезон был чуть похуже у этого бородача. Бросок номер в порядке. Решил всё-таки он заморозить игру. Артемий Панарин наносит бросок. Как только наше третье звено выходит, и сразу же получается открытый хоккей. Пастерник, молодой человек из Бостона. Есть молодёжь у чехов. Она, правда, не такая яркая, как молодёжь россиян. Вот нам как раз столкновение молодых игроков показали. Никита Нестеров попал под силовой приём. Молодёжь у Чехии. Факса, Яшкин, Пастерняк. Но наши ребят посильнее. Пять чемпионов мира среди молодёжи 2011 года. Если посмотреть на молодых, то, конечно, шоу сборной Чехии 6 человек. 4 нападающих, 1 защитник и 1 вратарь. В составе моложе 25 лет. Таких у нас 12 аж игроков. Потом их намного больше. И в этом показателе на хорошем месте находятся среди тех команд, которые будут выступать. Ну, не берём, опять же, молодёжную сборную, да, с Северной Америки. Там показывают как раз молодых хоккеистов лучший молодой хоккеист национальной хоккейной лиги. Артемий Панарин крупным планом. Да, его поколение уже должно сказать своё слово на этом Кубке мира. Это их время. Старшие поддержат, но и молодые должны доминировать. Панарин бросает, но Эверт спокойно справляется с этим броском. И Эвварачек отработал назад. Что-то загрустил. Артемий. Никак не возобновится игра. Сейчас выбрасывание в зоне Чехов. Подбор после вбрасывания. Коллективные действия нападающих привели к тому, что шайба у сборной России. Как мне показал, нужно остановить встречу и перенести вбрасывание. Телегин. Телегин – это не безуспорная кандидатура в сборной, которая будет выступать на Кубке мира, но он великолепно провёл прошлый сезон в ЦСКА и на Чемпионате мира тоже был хорош. Были у него проблемы в карьере из-за травм. Можно сказать, что он невезучий хоккеист, но сейчас у него всё в порядке. И он выступит на Кубке мира. Нам показывают тренерский штаб Йозефа Яндыча. Помощники у него молодые. Тоже не слишком опытные. Сказал уже Алексей о том, что для Йозефа Яндыча это, можно сказать, родная арена, потому что он здесь финал со Спартой в этом году играл. В экстралиге у него были там третьи места, вот финал, но до самой вершины он не добирался. Шайбу у сборной России. Эль Нойверт опустился на лёд, накрыл шайбу и ликвидировал угрозу собственным воротом. Четвёртое звено атаковало. Анисимов пропускал предыдущую встречу. Сейчас очень жёстко против него сыграл Роман Полок. Где-то даже показалось мне, что толчок в спину, но достаточно опасно было до этого. Иван Терегин очень... Да, я с тобой, пожалуй, соглашусь. Полок был лидером по силовым приёмам и в предыдущей встрече в Санкт-Петербурге. Шесть силовых приёмов он провёл. Он играл в финале Кубка Стэнли. Сейчас передислоцировался в Торонто. Но он не забивной защитник, но достаточно жёсткий. Зайцев. Вот и мы пытаемся прессинговать. Сбойнок Михалик выбрасывает шайбу. Далеко не получилось. Быстро чехи проходят нейтральную зону. Очень быстро. Практически не создаём мы там импамет. Это отличительная черта этой команды, поскольку очень плотная, старается действовать жёстко именно в своей зоне. Разбрасывать игроков атакующей команды, в частности сборная России, по бортам. И там отбирает шайбу всеми пятюрьмя игроками. И потом быстро и быстро контратак убегает. Очень здорово выводит, прежде всего, шайбу. Тарасенко повис на сопернике. Коллективный отбор. И снова проблемы с началом атаки. Чуть не потеряли шайбу на линии ворот. Отмечали и по прошлому матчу то, что, да, возникает иногда моменты и в меньшинстве, и в игре 5 на 5 с выходом из зоны у нашей команды. Что-то лидеры пока незаметны, Алексей. Есть такая проблема. Две с половиной минуты до сирены. Пока счёт не открыт 0-0. Тяжелее игра идёт, чем в Санкт-Петербурге. Там быстро открыли счёт, правда, соперники, но неважно, игра стремительно раскачалась. А здесь моментами текучи, какие мы с вами наблюдаем. Надо понимать, что, конечно же, в Санкт-Петербурге это особенный матч был для нашей сборной. Пытались продемонстрировать. И это в целом и удалось. Очень хороший, красивый хоккей. И сам счёт, и в концовке тоже чехи прибавили. И достаточно валидольная такая концовка получилась. Но сейчас, конечно же, уже играет по сопернику наша команда. И всё-таки в браслане выигрывают чехи. Вот коллективными стараниями. Ганзов не смог чистую выиграть шайбу. Помогли крайние нападающие. Бросок, шайба в ловушке Варланова. Опять отмечаем, что очень здорово работает на пятачке чехи. Вот Якуб Варачек, про которого я вам уже говорил. Кваритный весьма хоккеист. Потолкался он в предыдущей встрече с Орловым. Поулыбался там. Ну и оба отправили в штрафную бокс. Нормально, пообщались, короче. Тишина-то какая на МО2-арене. Кэмпни зарядил. Здорово он бросил позавчера. Открыл счёт в матче. Попал в ближний угол. Пытается повторить свой успех. Михаил Кэмпни набрал два очка. Да, в свой день рождения. 27 лет ему исполнилось. Так кто подарок себе сделал. Сборная, правда, проиграла. Две минуты до конца периода. Он, получается, без голевы. Уверен, после перерыва будет повеселее. Ну, нельзя так отбрасывать шайбу за спину, не глядя. Ну, вот, да, про что мы и говорим. Пытается здесь играть красиво. Это всё в своей зоне. Отсюда проблема с выходом. Бросок у Нойверт. Обратим внимание. И Нойверт, когда можно, пытается сохранить шайбу в игре. Стремительно входит Чехи в зону. Быстро там адаптируется. Пытается наладить пассовую игру. Это второе звено. Звено Канзела. Сейчас сумбур царит на предпоследней минуте. Варламов и Мелин. Опередил соперника. Получил пас. Разыграли на троих. Помог ещё и Варламов. Остановить им давение это прекрасно. Что, вспомнили Фауст и Гёте? Встали как вкопанные хоккеисты. Но недолго была эта пауза. Недолго. И чехи отвечают контратакой. Чехи произвели на меня хорошее впечатление в первом периоде. Чего не скажешь о сборной России. Нестеров нам показывают крупным планом. Вот смотрите, как на всё можно посмотреть по-разному. Нестеров на всех уровнях играет в решающих матчах. На уровне юнионской сборной. На уровне молодёжной сборной. В КХЛ он играл в финале Кубка Гагарина. Играл в финале конференции в ЭНХЛ. В финале Кубка Стэнли. Но вот пока трофеи ему не даются. Можно сказать неудачник. А можно наоборот сказать. Он совсем ещё молодой человек. А постоянно играет в судьбоносных матчах. Великое благо. Это означает, что он невероятно талантлив. Да, всего 23 года ему. Это надежда нашего хоккея. Будущее. Может быть повезёт наконец на Кубке мира. Воспитание Челябинского хоккея. Трактора Челябинска. И таких у нас в составе 6 человек. Воспитанники Уральского Челябинской области. Уральского хоккея. Не бывает сборной без челябинцев. Это все прекрасно знают. Но ноль в противостоянии Чехии и России после первого периода. Незаметны были лидеры сборной России в первом периоде. И к ним наверняка есть вопросы у тренерского штаба. Ребята, а кто же поведёт молодёжь вперёд? Впрочем, молодёжь такая, что её, может быть, и вести не надо. И не надо её зажигать. Она сама готова. Про Кучерова мы уже сказали. Остальные тоже под стать Кучерова. Что ты думаешь на этот счёт, Алексей? Ну, молодёжь, да, у нас действительно молодая и перспективная сборная. Никто не скрывает, что через такие игры, через Кубок Мира идёт подготовка именно на следующую Олимпиаду. Пхеньяне, которая пройдёт. Ну, и, конечно же, никто не отменял хорошее выступление на Кубке Мира. Может быть, какими-то такими залихватскими выступлениями не выделяются наши ни тренеры, ни игроки, что, мол, мы должны сделать то-то, то-то, то-то и выиграть то-то. Прежде всего, хорошее выступление. Все прекрасно понимают уровень этого мероприятия. И самое главное – это подготовка именно нашего резерва. И Арабан Иротенберг, один из боссов нашей национальной команды, говорит, что мы прежде всего думаем об Олимпиаде 2018 года. То есть рассматриваем Кубок Мира в рамках подготовки к главному событию четырёхлетия, к Олимпиаде. Ну, собственно, такое отношение к Кубкам Канады и Кубкам Мира было давно уже в Советском Союзе, в России. Вроде как это не самое важное. Олимпиада гораздо важнее. Я думаю, что мы должны остаться немного отсюда, и мы будем хорошо. Послушаем Ханцева. Время, как и с декорацией, как и с декорацией. Это очень холодно в этом месте. Какие состояния на уровне левого? Я даже не могу дышать. Так холодно, и левый левый, так что я не могу даже скрыть. Но это же самое для обеих команд. Ну, вот видите, обсуждают ту же самую тему, которую мы обсуждали с Алексеем Будюковым. То же самое, дворец душный, и, конечно, это создает определенные проблемы, но некоторые хоккеисты об этом говорят в интервью, некоторые говорят, что все нормально, все в порядке. Духота для обеих команд, это все так, но, повторяюсь, некоторым игрокам тяжело продемонстрировать свои лучшие качества. Вот я думаю, что и чехи весь свой потенциал не сумели реализовать в первом периоде из-за этой духоты. Вот таким коротким было интервью Ханзова. Сейчас нам почистят лед, приведут в порядок арену. И я все-таки надеюсь на улучшение качества игры. И объясняю тем, что счет 0-0. И тем, что очень много браков в передачах, вот как раз качество ледового покрытия. Попытаюсь я оправдать игроков. Ну, тут, скорее всего, дело даже не в качестве, да, может быть, и лед, и там духота как-то мешают. На самом деле, очень тяжело многим игрокам, которые играли прошлый сезон на маленьких площадках, на канадских, и сыграли в Санкт-Петербурге, я считаю, очень хорошие и качественные матчи. А здесь большие площадки, и приходится лишние метры и бегать и в обороне, и в атаке, и где-то не совсем приноровились, может быть, некоторые игроки. Но сейчас постепенно-постепенно к этому все это наладится. Я думаю, свреже все в голове, в психологическом плане. И, ну, все равно очень много хороших моментов, как у Чехов, так и у нашей команды. Но, конечно, Варламову пришлось потрудиться. Семен Варламов – MVP первого периода. Если бы такое звание присваивалось, то я бы отдал его нашему вратарю. Ну, и Нойвер тоже очень много моментов, вот когда он выручал. Вот здесь, конечно же, Алексей Емилин решил размять и себя, и чешских партнеров. Но надо отметить, что Якуб накладал. Повел себя абсолютно спокойно, как будто бы ничего не случилось. Ну, как раз момент, когда плеканец Орлов одной рукой буквально убрал. И здесь Орлов не ожидал. Вот смотри, сколько времени Панад было спонарено на обработку шайбы. Опять же, потому что лед не идеальный. И бросок не получил в своем Панаре. Панарин, прежде всего, получив шайбу в зоне, на скорости смотрит партнеров. Очень все прекрасно знают. Автор, это тройка автора двух голов в первом матче в Санкт-Петербурге. И, конечно же, стараются играть друг по другу. Техническое оснащение на высшем уровне у этих ребят. И они, это звено, действительно позволяет и себе атаковать, и тоже соперникам. 13,5 минут до возобновления игры. Давайте сейчас немножко отдохнем. Игры в темпе. Нам показывают Александра Овечкина. Вот у Овечкина в первом периоде ничего не получилось. Но он Кузнецов сейчас отдавал передачу Овечкина. Поперечную передачу при ходе зоны. Про что я говорил, то что Чехи очень плотно играет на своей синей линии. Буквально как забор ставят, и приходится отдавать короткие передачи. Обычно тренеры говорят в таких ситуациях, что надо закидывать шайбы за спину защитников. Весные телевизионщики представляют нам помощников в Яндыче. Вот сейчас показали шпачек, шпачек, просто чуть за 40. Им, я вот говорю, что не хватает суммарного опыта чехословацкому тренерскому корпусу. Но вот только Калоус опытный, ему 51 год. Он, кстати, преемник Яндыча в спарте. Да, но что касается чешской команды, то 10 человек участвовало в Олимпийских играх в Сочи из этой команды. Так же, как и у нашей сборной по 10 человек. Но вот что касается чемпионата мира, прошедшего в Москве, то 8 человек из той самой сборной поедет на Кубок мира. А наша команда 11 человек. Малкин низко присел на точку вбрасывания. Как бы там травму не получил в борьбе, но все в порядке. Сошлись они с Канзелом на точке. Куликов. Отбросил шайбу в борьбу. Нужно помочь. Варламов вышел за пределы своей воротарской зоны. Много сумбура. Много сумбура у собственных ворот. Говорили тренеры нашей национальной команды о том, что сейчас нужно скорректировать игру на собственном пятачке. Ну, я бы сказал, что нужно подкорректировать в целом игру в своей зоне. И прежде всего, начало атаки. И начало атаки хромает жутчайшим образом. Зайцев. От души выбросил шайбу. Гибридный проброс получился. Поэтому судья не смеснул. Надо почаще гибридный проброс использовать. Пробовал, да, разные варианты. До этого была атака. И опять же друг к другу подсовывали. Старались в короткий пас выйти из зоны. Не получается. Очень плотно Чехия играет также в зоне атаки. Ну, как только дали прострел по борту от Зайцева, и сразу же шайба оказалась в зоне атаки. Две минуты отыграли после перерыва. Никаких радикальных изменений в игре мы не видим. Но может быть еще что-то случится в самое ближайшее время. Наверняка попросили тренеры чешской команды не удаляться своих. Пусть россияне были в первом периоде пресны при игре с лишним. Но во втором периоде, может быть, они возьмутся за ум. Да, Артем Анисиму показали форварды Чикаго. Первый сезон он проводит за эту команду 42 очка. Набрал шестой бомбардир своей команды. Нестеров пришел сам вести шайбу за ворот. Нестеров когда-то играл на позиции центрального нападающего. Травму получает чешский игрок за воротами. Я говорил о том, что чехи такие невезучие, что у них травмы косяком. И тут еще одно повреждение. Ноберт вызывает бригаду врачей. Там столкновение с Нестеровым было? Достаточно жестко сыграли. Но это зона, в которую защитник, если попадает, особенно если он с шайбой, то здесь он всегда ждет. И на маленьких площадках, и в НХЛ здесь вот... Прям очень жестко, жестко сыграл. До этого был момент против Анисимова. Артема в первом периоде мы с тобой отвечали. Да, ты ответил, что тоже так. Да, примерно такая же. Но здесь просто в динамике на скорости шли два игрока. И поэтому... Йордану можно посочувствовать. Михаил Йордан выступает за Каролину в этом сезоне. Два второй сезона выступает участник чемпионата мира в Москве. Один гол он забил. 26 лет ему. Но, кажется, приходит в себя... А Нестеров будет приходить в себя в штрафном боксе. Я уже сказал, что у него хорошие навыки игры и в нападении, и в финале ПГГ. Но он играл именно на позиции центрального нападающего. Он универсальный игрок больше. Он может и так, и так. То есть человек может и в силовой, как вот сейчас продемонстрировал. Да и в такой достаточно техничный, и на пятачке. То есть многоплановый игрок. Андрей Марков, который сегодняшнюю встречу пропускает, тоже играл на позиции центрального нападающего в юности. В Химике. Он в Химике начинал карьеру. Продолжил в Динамо. Там он уже играл на позиции защитника. Марков и Дацук. Ветераны. Сегодня пропускают встречу. Игроки 78-го года рождения. Кстати, оба в НХЛ верны одной и той же команде. Марков Монреалю, а Дацук Детройт. В большинстве чешская команда. Ну, в России они выступали за разные команды, но... В карьере и того, и другого Голдина. Обратим свои взоры на площадку. Пристально-пристально. Как сборная России будет действовать при недокомплекте. Ну, и Хензел опять на пятачке. Закрывает артаря. Даже не пытается его убрать. Варламов ему так по щиточкам дает сзади. Получилась навесная передача. Довольно неожиданно. Канзел. Отбросил Шайбул на левый борт. Не стал залежать Кентни. И не прошел пас. Там было скопление наших игроков. И, в частности, Куликов. Проиграли борьбу у борта. И сразу возникает острота. Возник чистый лед. Бросок Кентни. Кулемин должен разрядить обстановку. И дальняя скамейка. Во втором периоде нужно очень быстро меняться. Чтобы соперник не поймал на пересменке. Майк Бек. Наставник сборной Канаты. Кстати, отметил, что его сборная работает над эффективными сменами. Он очень, Майк, очень интересную фразу сказал, что он должна быть взаимозаменяемость. Каждый должен делать не больше свою работу, не больше. Потому что если будет партнер делать твою работу, то получится потеря темпа игры. В хорошем темпе разыгрывает большинство чехи. Зайцев чистый пятачок. Шаба остается у чехов. Мощный заряд от синей линии. Нужно возвращаться в игру нашему нападающему, получившему очень болезненный удар. Евгений Наместников разряжает обстановку. Но так очень опасно было. Прижались своим воротам вся четверка. И поэтому защитники имели возможность очень сильно бросать. Приходится на себя ловить шайбу. Телегин, как мне показалось, принял шайбу на себя. Сейчас наверняка его покажут у режиссера. И он приходит в себя. Но показывают у младшего Михалика. Оба, кстати, опытные хоккеисты за 30. Что из Гуиндж, что вне он. Вот вроде бы в окружении трех игроков. А никто его не держит и не выставляет вперед клюшку. И успевает бросить игрок сборной Чехии. Ну и плюс выход из зоны тоже опять в меньшинстве. То, что отмечали в первом матче. Именно в меньшинстве, когда получается отобрать шайбу, сразу же в одно касание не выходят наши игроки. Выстали в меньшинстве. Мистеров приступил к исполнению своих прямых обязанностей. Воинствует на пятачке. Воинствует за воротами Никита. Он заменил в составе нашей команды Войнова. Но Войнов из-за юридического казуса не смог принять участие в Кубке мира. Я так понимаю, что по правилам НХЛ он не может выступать в турнире. И это, конечно, очень обидно. Там у него дисквалификация за океаном. И вынуждены мы были подчиниться. Мы пытались, да, договориться не смогли. То есть все-таки американцы, а не и канадцы. Да, вот так вот семейная ссора привела к самым неприятным последствиям для Вячеслава. Ну ладно, проехали. Чехи господствуют, чехи доминируют и в равных составах. Все это очень неприятно. Я уже говорил, что НХЛовские специалисты считают, что эта команда по всем линиям последняя на Кубке мира. А вот сейчас эта команда дает россиянам бой. И, кажется, я про слово бой Слово бой в прямом значении здесь употребил. Кучеров, да, получает повреждения. Ох, как жестко. И не совсем, да, хоть и... Ну нельзя так, ребята, нельзя. Все-таки НХЛ хоть и застраховало хоккеистов, которые без контрактов на чемпионате... В НХЛ именно. На Кубке мира. Вот Палат за то же самое пошел мстить в первом периоде. Пошел мстить Емин. И сам вот такую вот безобразную акцию совершил во втором периоде. Кучеров без контракта. Получил болезненный удар. Тревожно. Да, но мы с тобой обсуждали, да, что это Кубок мира. Именно для него очень хороший способ проявить и показать. Хоть он все уже доказал. Лучший бомбардир своей команды в Тампе. Но прежде всего, опять же, про что я говорю, что нужно почему-то руководство Тампы прежде всего не с Кучером вело переговоры, а с другими игроками переподписали. А потом уже на остаток на этом принципе с Кучером. Бросок. И нужно, нужно завершать эту атаку. Прижаты были чехи к своим воротам. Может быть, стоило сыграть через защитника. Но хотели... Защитник Зайцев находился рядом. Ну и Зайцев очень здорово в зону входит на скорости, как он в ЦСКА этим отличается. Отличался. Посмотрим, как в Торонто у него получится. Тяжело сразу перестроиться, да? Будет выступать в Торонто, где базируется у него клуб Мэйпл Ливз. На Кубке мира. Разогреет публику. Скажет, вот, я пришел. Смотрим повтор этой опасной атаки. Подкидочка получилась. Бросок Панарина пришелся в конек сопернику. Мы уже говорили о том, что очень много заблокированных бросков со стороны Чехов было в первом периоде. И вот сейчас Шутер принял на себя шайбу. Додонов на Шапачева отдавался неудобной передаче. Восколько увидел, что воротарь уже лежит, реагировал первоначально на бросок Артемия. А потом шайба отскочила на Додонову. И Додонову было неудобно бросать ни с той, ни с другой руки. Это заняло бы определенное количество времени. Но все-таки это тройка, которая любит играть в пассы, любит забивать красиво. Еще минуту большинством в распоряжении сборной Олега Знаркан. Орлов подхватывает шайбу. Не спешит выкатываться из-за ворот. Вот сейчас это сделал. И сразу отдал длинную, но не точную передачу. Борьба за шайбу. Началась за воротами Нойверта. Орлов попал под легкое давление. Кузнецов избавился от шайбы. Получил обратный пас. Кузнецов за воротами. Идет на пятачок. Закрывает видимость Нойверту. Овечкин, который очень хорошо знает манеру игры Нойверта. Я уже говорил, встречались они. Ну, я думаю, и Нойверт знает. Повели некоторое время вместе, да. И Нойверт тренировался в Вашингтоне и очень хорошо знает манеру игры Овечкина. В первом звене лучший снайпер НХЛ, десятый бомбардир лиги и лучший бомбардир своей команды. Вот такое у нас первое звено. Но в сегодняшней игре незаметные. Незаметные парни, им нужно прибавлять. И в большинстве сейчас не очень получилось, поскольку все расположились на своих точках и мало кто двигался. Только заставили защитника подключиться вперед. А так остальные все были и стоячие. Потому что, ну, надо разворачивать, надо заставлять соперника раскрываться. В середине приближается встреча. Счет не открыт 0-0. Невероятный контраст относительно позавчерашнего матча. Невероятный. И по содержанию, и по качеству игры абсолютно по всему. Пчатка, тушная атмосфера, и чешские тренеры сделали определенные выводы. Они играют по-другому. Нестеров. Нестеров как уверенно себя ведет, держит шайбу, не избавляется, хотя соперник повис на нем. И неприятный рикошек. Вот что значит, долго возили за собственными воротами. Тротев Телеги на какой жесткий силовой прием. Вернулся он на лед, тогда заблокировал бросок. Я боялся, что очень полезный был удар. Он вернулся на площадку. Слава Богу. Еще и клюшка сломалась. Второй он справился с двумя оппонентами. Заворочек. Вот обратите внимание, первое звено на площадке, и сразу игра перемещается в зону сборной России. Очень хороший апплей, конец заворочек. И неважно, кто партнер. А вот если бы сейчас попал в дальнюю девяточку Панарин, все было бы классно. Да, получился бы бросок противохода. Очень хорошо вот это звено взаимодействует именно при входе в зону, и получается такая атака первым темпом сходу. Дадонов жестко пошел в борьбу. И пас рукой. Пас рукой, да. Пауза. Та пас рукой, да. Пауза. По-каку. Пауза. Профессор. Пауза. Профессор. 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 Пауза. Продолжение следует... С Алексеем Бадюковым все время говорим о том, что в составе сборной России много молодых хоккеистов. Тем самым мы даем понять, у нашей команды, независимо от того, как она сыграет на Кубке мира, есть будущее. И вот молодые хоккеисты создают угрозу воротам Новорта. Бросал Панарин. Сейчас мы рассмотрели со всех ракурсов этот опасный момент. Отметим три дебютанта в нашей команде. Кучеров, Нестеров и Наместников. Три. Да, ну, мы говорили, что уже 25 человек, 12 человек моложе 25 лет, поэтому перспектива очень хорошая. И семь человек, которые в своих клубах набрали больше 60 очков. Лидеры не могут, чехи, похвастаться этим. Не так уж и много у них людей, которые на... Плеканец, конечно же, Томаш, выделяется в этом отношении, да? Много... Но и то он же немного забрасывает. 14 шайб в регулярном сезоне, 40 передач. У Ворочек, про которого я говорю, 11 заброшенных шайб. Вот в 2014-2015 году Ворочек был великолепен. Там он больше 80 очков набрал. Ворочек, да, в этом сезоне набрал 55 очков, а Плеканец 54. Это очень хорошее показатель для них. Ну, да, мы говорили уже, что Иржи Гудлер отказался, поскольку его то заявляли, то отзаявляли. И в итоге он обиделся. Он, видимо, обиделся, что его с самого начала не заявили. Ну, также Томаш Хертель, конечно же, травма. Он пятый бомбардир своей команды Сан-Хосе и Дэвид Крейчи, которого так и не залечил, сделал операцию на бедре. Он третий бомбардир Бостона. Поэтому главное, чтобы без травм провели выставочные встречи все сборные. Пожелаем всем здоровья. Очень много неприятных стыков. Причем за гранью фола. Вот я уже говорил о том, что ребята, конечно, должны играть жестко. Но вот когда там, например, коленом в колено или вот такие удары, это вызывает большие вопросы. Да, но здесь две минуты, да, стопроцентная, поскольку Вадим Шипачев даже не то, что ударил, а подцепил еще немножко крюком за ногу чешского нападающего. Это болезненный удар. Очень болезненный, да. По тракушку попал. А во большинстве сборной Чехии, большинство сегодня не идет ни у той, ни у другой команды. Стычка, причем массовая. И, возможно, даже стычка перерастет в драку, но арбитры решили вмешаться. И он, Михалик, раззадорен и хочет наказать Емелина. Емелин в первом периоде поучаствовал в стычке. И сейчас нападающий Торонто, несмотря на противодействие двух арбитров, хочет получить Емелина джентльменским манером. Но хоккеисты, это не джентльмены, Алексей. Футболисты когда-то были джентльменами. Как говорят, в 19 веке, в начале 20. Михалик, да, с Емелином не поделили. Емелин очень жестко сыграл, поставил шлагбаум. После свиска Варламов оборонял. Варламов здесь все просто на развороте так получилось, что Михалик упал. И ногой пытался Варламу ткнуть еще. И, конечно, за это надо наказывать. Абсолютно правильно сделал Алексей Емелин. Ни в коем случае нельзя позволять подобные вещи. Ну и Михалик тут хотел еще и подраться, да. Сеанс ставкайства на наших глазах. То, что Алексей Емелин не скинул краги, я думаю, что это зачтется. На страшном суде. Ну, по крайней мере, у судей, которые обслуживают. Будет какое-то оправдание, да. У судей поменьше рангом. Но, может быть, вот эта стычка как-то раззадорит игроков. Но мне хочется, чтобы счет уже качнулся. Чтобы в субботу вечером мы увидели галлы 0-0 для выставочного матча. Но это никуда не годится, ребята. Я думаю, все у нас ждет самое веселое и интересное впереди. Пока мы смотрим о такой разведывательном, можно сказать, хоккей. Обе команды имеют возможность и в большинстве, и в равных составах. Быстрый. Но, опять же, большая площадка все-таки, да. Вот есть разница. Есть, есть, конечно. Мы, опять же, с Алексеем пытаемся найти объяснение происходящему. Наверняка найдутся люди, которые скажут, да все это ерунда. Они же профессионалы, обязаны играть. Ребят, вот если вы работаете в офисе, представьте себе, что в вашем офисе 40-градусная жара. И вот как вы будете работать? Какая у вас будет производительность труда? Я думаю, что низкая. Вот металлурги и шахтеры могут сказать, это не имеет значения. Потому что столевары и шахтеры, это люди, которые работают в невероятно тяжелых условиях. И их работа потяжелее работа комментаторов, да и хоккеистов, пожалуй, тоже. Ну, а вот офисные работники не могут предъявлять претензии сборной России и сборной Чехии, которые трудятся в очень тяжелых, душных, атмосферных условиях. Как я выступил? Не на страшном суде. Красиво. Ну, то, что произошло между Михаликом и Емелином, здесь тяжело сохранять спокойствие, свои эмоции, поскольку, да, очень противостояние здесь. И мы видели, что он сделал ногой против Варламова. Правильно все, Алексей абсолютно оценил ситуацию, надо наказывать. 4 на 4. Интересный формат. Интересный формат. Предлагают перейти в КХЛ на формат овертаймов 3 на 3. Но КХЛ пока держит оборону, не хочет переходить. А вот на Кубке мира, на групповом этапе, в овертаймах будут играть 3 на 3. Хороший момент! Тарасенко притормозил, упал. Соперник на него отперся. Словно Тарасенко это стол. И сразу контратака Чехов. Но в формате 4 на 4 игра пошла позажигательнее. Опять Блеконец имеет прекрасную возможность. Против Бобровского у него в концовке не получилось. Но сейчас браво Варлама. Просто мертвую шайбу вытащил. На самом деле, на повторе посмотреть, очень хорошая комбинация была. Продолжение следует... Плеконец постоянно в центре внимания. Он создает опасные моменты при поддержке вот этого бородатого товарища. Как у ворочек. Хорошую передачу он отдал Плеконец. И Плеконец уже... Да, было минимум у него времени. До этого у Тарасенко была возможность убежать 1 на 1 с артарем. Но не дал там защитник. В первом матче в Санкт-Петербурге Тарасенко вылезал в своем стиле. Закладывая корпус. Очень он это любит. И хорошо так делает. Не получилось у него обыграть Мразика. Но он сейчас тоже имел момент. Раз за разом убегает по дальнюю синей линии. Получает передачу. Посмотрим на атаку чешской команды. Очень красиво разыграли шайбу. И Варламов спас свою команду в очередной раз. Причем бросок-то был с уплывнейшей дистанцией. Да, понаренный Орлов здесь, конечно же, не разобрались с ситуацией. Поскольку вроде бы два игрока, но без помеха разыграли хорошую двуходовку. Зайцев на Орлова. Орлов возвращает Зайцеву. Малкин рядом. Зайцев отдает ему передачу. А это пас кому, куда, в неизвестность. Человеку-невидимке. Орлов на протыке не получилось. Пошел как здорово к борту Михаил Кемпин. Если вспоминать в предыдущем матче, то третий период именно в таком ключе и начался, как сейчас действует сборная Чехии. Пошли активно вдвоем поочередно выходящим, но активно. И сразу же по броскам наша сборная третий период 4-12 проиграла. И было видно, что имела преимущество сборная Чехии. Вот сколько этих закатов к своим воротам. Ну, невероятное количество было и в первом периоде, и сейчас. Нет хороших вариантов для предложений. Со стороны нападающих. Кузнецов развернулся. Передача на Шипачева крайне неточна. Валат выбросил шайбу. В полных составах играют команды. И до конца периода осталось 80 небольших минут. Я ожидал, что стычка как-то изменит характер игры. Моя версия оказалась удачной. Действительно, сразу возникло много опасных моментов. Относительно этой стычки не буду строить никакие прогнозы. Ну, все ребята играющие в МХЛ. И просто так никто никому проехать мимо себя не даст. Да, есть столкновения. И после каждой тоже сегодня ночью играли канадцы с американцами. Американцы выиграли 4-2, забив пустые ворота уже на последней минуте. Но тоже очень много стычек. И всем своим видом показывают команды и игроки, что да, это Кубок Мира. Все-таки, да, такое соревнование. Но товарищеские игры вроде. Хотя многие не любят слово товарищеские, да? Выставочные матчи. Да, выставочные матчи. Мне очень нравится такое термин. И здесь уже сейчас идет прежде всего борьба. Та, которая продолжится именно на самом Кубке Мира. Овечкин пошел на подбор шайбы. Нет, он решил на пятачке подежурить. Кучеров. Вот Кучеров молодец. Он и завершить атаку может. Он способен пойти в борьбу. Очень работоспособный хоккеист. Самое главное, очень быстрый хоккеист и резкий. Насколько он уможет из средней зоны буквально за долю секунды оказаться в зоне и создать сам себе момент. Овечкин первым прибежал к шайбе. Пока сохраняем контроль над игровым снарядом. Кузнецов идет в обводку. Проламывает оборону Чехов. Хитроумная передача. Вот это было интересно. Да, продолжается атака. Продолжается атака. Кузнецов. Передача подбросок Лунистерова. Подхватывает шайбу Кузнецов. Куликов. Продолжительная атака. Мало вот таких позиционных продолжительных атак было в этой встрече со стороны россиян. А это дальняя скамейка. Потому что и кто атакует во втором периоде, когда дальняя скамейка имеет преимущество. Устает обороняющийся команды. Не успевает смениться. Вот только сейчас чехи смогут произвести смену. И нужен быстрый пас. Да, пошел вперед. И сразу же ловит атаку от атаки. Заряд мощнейший. Отправляет шайбу за свои владения Нойвер. Канисимов вгрызается в лед. Факсов. Пикает Канисимова. И молодой пачке чешской сборной выиграл единоборку. Вот там было численное превосходство у хозяев в льдах. Численное превосходство у борта. Нанисимов. Посмотрел, кто на синей линии. Там свой. Бросок. Оглянулся Нойвер и выдохнул стадион с облегчением. Ну и выдохнули сами игроки, поскольку некоторые из них не успели смениться. Уж защитники точно. И уже было видно, что ждали, либо когда опять выйдет шайба из зоны, либо накроет воротарь. И Перекладина спасает. Да, здесь хорошая спасительная пауза для сборной чеки. Ну вот сейчас хорошую смену провели, благодаря Кузнецову и Савельичкину. Потому что, да, некоторые передачи были очень рискованные. Такие подкидочки с неудобной руки друг по другу. Могли чеки несколько раз обокрасть нашу сборную. Но все равно, когда проходят такие передачи, очень опасно. Ну а что делать? Надо как-то рисковать. Надо обострять ситуацию. Потому что 0-0. 6 минут до конца второго периода. Марченко. Передача на правый борт. Емелин. Не получилась выводящая передача. Бросок почти от синей линии. Для Семенова-Орламова это не страшный бросок. Вот меня что пугает. У бортов чехи все время создают численное превосходство в борьбе. Да, они в зоне атаки очень активно идут. Создают некое преимущество. И где-то это даже рискованно. Здесь надо найти команду, которая обороняется. Сейчас в сборной России. В такой ситуации надо найти быстрый пас. А это тяжело. Потому что в своей активности чехи заставляет опускать голову. Сегодня сборная России практически не играет в коллективный хоккей. Может быть что-то изменится в концовке второго периода, в периоде третьем. Но такое впечатление, что сегодня просто первое занятие у сборной России. Как будто бы не тренировались. Это очень хорошо, что сегодня сборная России поставлена в такие условия. Именно на это, наверное, Трешский штаб и рассчитывал. Поскольку играя в гостях и учиться, надо учиться выходить из-под давления. Какое же чехи сегодня устраивают. Опасный момент. Шайба металась по ленточке. И дометалась до того, что в ворота не попало. Придача набросать неудобно. Да и отсюда тоже. А вот наброс получился. Вот что наш спасительный проброс. В Нью-Грюрге и нету свиска. Но зато успевает команда поменяться. Тонкий проброс. Такой, чтобы студия не свистла. Аккуратненький. Протыкает Овечкин. Укращает шайбу. Выход 2 в 1. Овечкин должен решать. Делает передачу. И какой же момент загублен. Аккуратненький. Кучеров хотел кому передачу отдать. Если честно, я не понял. Здорово уже сделал Овечка. Он одной рукой проткнул защитника. И хорошая была контратака. Я, честно говоря, думал, что он будет завершать. А он не пожадничал. Он отдал. Молодец. Вот, может быть, очень важно в выставочных матчах показывать, что я тебя уважаю. Я с тобой сыграю в пас. Здесь такая ситуация была, что у Кучерова такой момент сейчас. Трибуны подумали, что гол. Кузнецов развернулся. Точная передача на Овечкина. Шайба прошла под клюшкой. Вот это качество льда. Но я уверен, что Овечка на хорошем льду такую бы передачу укротил. Нет у меня в этом ни малейших сомнений. Но когда качество льда не очень хорошее, то, наоборот, надо действовать попроще. Особенно в своей зоне. Три минуты до конца перелода. Но, по крайней мере, стали создавать после перерыва опасные моменты. Александр Овечкин. Смотрим прорыв Овечкина и смакуем этот эпизод. Что же не получилось? А здесь Кучеров уже оказался в той ситуации, когда бросать было нельзя, поскольку Нойверт очень здорово выкателся. Прочитал эту передачу. И, скорее всего, Кучеров смотрел либо обратную передачу на Овечкина, либо на помогавшего им. Накладил спас свою команду в последний момент. Да, Евгений Позецов там подключался. И вот Кучеров ждал передачи. Накладил, да, спасал уже ситуацию. Перекрыл пространство перед воротами. В противном случае все. Овечкин там стоял. Овечкин, да, хорошо сыграл индивидуально, проткнул одной рукой Шустера. До этого была минуту, наверное, задержанная атака сборной Чехии. И вот хорошо сыграли именно на контратаке. Для Овечкина предыдущий Кубок Мира был первым серьезным турниром. В Евратуре он участвовал. А вот так, чтобы серьезно заиграть за сборную России на Кубке Мира в 2004 году. Еще там ему не было 19-ти. Ну, тогда был капитаном Алексей Ковалев. А сейчас капитан Александр Овечкин. Вот, смотри, что сделал 33-й номер в сборной Чехии. Вот с этого ракурса все идеально видно. Это просто, да, вот стечение обстоятельств. Даже тут тяжело кого-то одного выделить в этом моменте. Все в совокупности получилось. Какая-то магическая клюшка у 33-го номера чешской команды. Ну, казалось бы, все. Передача идет на Овечкина. Овечкин должен победу скинуть руки вверх. И сейчас опять будет, да. Вот Ганзел должен получить сейчас по заслугам. По спине получил, да. По спине получил. Ну, не будет дальше продолжения. Конечно, старается Семену Варламову вывести из равновесия. Что отметить можно по этим двум матчам? Это просто вот все четыре вратаря, которые... Вот здесь, ну, по рукам. Это две минуты надо давать. Это, да. Я думаю, что на это обратят внимание арбитры. Нет, не дают. Ганзелу. Удивительно. Ну, просто удивительно. Вот четыре вратаря, которые участвуют. И пока и Нойверт, и Варламов еще не закончили матча. Но высоченный уровень мастерства у всех вратарей. Бросок с очень острого угла. Варламов перекрыл пространство. Идеально. Никаких вариантов для соперника. Куликов не сумел проткнуть. Терегин поспешил на борт. Но там его опередил оппонент. Очень хорошо у бортов играют соперники. Шустер сейчас был оперативным. Но вот по поводу того, что встречаются на льду друг против друга игроки одной и той же НХЛовской команды, Нестеров сказал. Суровый челябинский юмор. Ну, я возьму и, Андрею, шустру сломаю ногу. Когда встретимся? Не самая удачная шутка, на самом деле. Нельзя так говорить. Что я в шутку. Там всякие наши мысли материальные. Тем более про партнеров по команде. Надо желать только хорошего. Даже если соперник лютый. Но, обратив внимание, в преддверии Кубка мира очень многие хоккеисты высказались в том ключе, что мы не будем смотреть, кто на льду. Партнеры наши или нет. Мы будем играть предельно жестко. Это бой, это сражение за трофей. Так себя настраивают, разогревают. В игре против сборной США и Канады Райан Кессел так себя и повел. Очень жестко сыграл. Получил удаление до конца. Поэтому и в той игре, и в других тоже мы видим очень жесткий хоккей. Хоть и многие специалисты тоже оценивают этот турнир как прежде всего игру техничных и комбинационных команд. Поскольку очень большой уровень мастерства в совокупности у всех игроков. Высокий уровень мастерства. А вот эти мастера пока забросить шайбу никак не могут. Уже 39 минут позади. Задача нашей сборной на этот матч, она очевидна. Это отработать навыки игры в обороне. В средней зоне не допускать выходов 2 в 1. Индивидуальные действия. Вот мы заговорили про индивидуальные действия. Кузнецов сейчас потянул один атаки на себя. Хорошо сыграл. Ворочек. Круп проделал. Бросает СБ на Кликарик. Кузнецов. Точный пас на Куликова. Куликов. Шайба отлетает от борта. Куликова, кстати говоря, на детско-юношеском возрасте несколько раз запраковывали. Представляете себе, такая история была. Не могли оценить по достоинству. А свисток уже прозвучал. И опять получает. Зайцев пошел в стычку. Настоящая мясорубка. Упал Тарасенко. Да, 20-летний. Зайцев упал. Пасарнак, 20-летняя надежда. Сборная Чехии и перспектива на будущее. Сейчас пока занимается тем, что пытается успокоить своих партнеров. Это из-за него все произошло. Бросать после свистка нельзя ни в коем случае. И Шостер сцепился с Зайцевым. То есть получается, что бросал Пасарнак, а в итоге... В итоге на помощь пришел Шостер, и он нехорошо сзади обнял Зайцева. Пасарнак и Зайцев выясняют отношения, то есть третьим не вмешиваясь. Еще и арбитр помешал нашему защитнику. Евгений Кузнецов выясняет меня, выясняет причины. А нам показывают его сольный проход. Евгений Кузнецов отменно держал шайбу и сумел бросить. Хотел, чтобы шайба попала в дону. Ну, очень здорово. Он в зону вошел, прежде всего, в средней зоне. Вот любит Евгений и умеет, самое главное, это делать индивидуально. Вот так вот входить из средней зоны, получает шайбу. И индивидуально двоих-троих обыгрывает и наносит бросок по воротам. Очень классный у него получился регулярный чемпионат. Он набрал больше лучший бомбардир Вашингтона. А вот с концовки начались проблемы. Два очка Флоу до всего набрал. И поначалу они играли вместе с Красс Александром Овечкиным, но потом их разъединили. 0-0 после 40 минут игры в Праге. В третьем периоде голы. Одна просьба, мольба. Давайте голы, ребята. Суровые лица хоккеистов и тренеров. Чехи могут быть довольны тем, как они доминируют, тем, как они бросают, ловят на себя шайбы. Все это должно устраивать тренерский штаб чешской команды. Но вот то, что забить не могут, наверняка они не могут принять как данность. А вот у россиян проблемы практически везде. Но во втором периоде хоть момент стали возникать. Хоть что-то было в первом периоде совсем было тоскливо. 10 бросков за 40 минут игры. Россияне не забили во втором периоде, но игру свою улучшили. Улучшили статистику бросковую на точке. Они выглядят лучше Чехов сегодня. И больше бросков заблокировали по итогам 40 минут игры. 13 против 11. Интересно обратить внимание на игровое время. Вот давайте посмотрим, сколько у капитана Овечкина. Почти 11 минут. А вот, например, у Телегина из-за четвертого звена почти 9. Разница не такая уж и существенная. А давайте теперь посмотрим на лидера чешской сборной, капитана Мплеканица. У него больше 13 минут. То есть чувствуете, какой разрыв? Яндоч больше дает своим лидерам выходить на площадку. Я уже говорил о том, что четвертое звено Чехов сегодня недоукомплектовано из-за травмы Соболь. Что сегодня 7 защитников в заявке. Вот у Яшкина 7 игровых минут за 2 периода. То есть четвертому звену Яндоч не очень-то доверяют. Но это говорит о том, что равномерно старается и тренерский штаб нашей сборной распределить нагрузку именно в таких выставочных матчах. Нету задачи, как, допустим, в домашнем матче для сборной России в Санкт-Петербурге выиграть и доставить радость всем болельщикам сборной. Ну, здесь понятно. Рабочие вопросы можно решать. Да, рабочие вопросы. И во многом это получается. Самым играющим боем там двух периодов стал Дмитрий Орлов. Он провел на площадке больше 14 минут. Ведь та же самая история была и в Санкт-Петербурге. Он там больше 20 минут провел на площадке. Куликов, да, Орлов, Марков. Защитники на защитников всегда с той системой заявки, которую мы говорим. Четыре тройки, три пары защитников. Да, нагрузка на защитников просто колоссальная. Вот говорил я о Плеканице. Пожалуйста, он крупным планом. Пять бросков. Невероятная активность. И его игровое время еще раз для закрепления. 13-10. Началась игра в третьем периоде. Шайбу отвоевали чехи. Правда, не знали, что с этой шайбой делать. Но зато они умеют очень хорошо прессинговать. И мешают россиянам начать атаку. Это мы уже выяснили. И в первом периоде, и во втором периоде подопечные Яноча отменно срывали атаки. Блэй-конец. Смотрел, где поддержка. Поддержка есть. Овечкин вошел в зону по правому краю. Кузнецов. Кучеров пошел на пятачок. Кучерову сегодня досталось. Причем от одноклубника Палата. Вот возвращаясь к теме, которую мы уже затрагивали с Алексеем. Никто тут одноклубников не жалеет. Кузнецов. Ложный замах. Ух, какой молодец. Великолепное завершение Кучеров, про которого я только что говорил. Открыл счет в матче с таким удовольствием, как школьник открывает свою тетрадь. Сентябрь. Первые уроки, первые выставочные матчи. Путь к успеху. Да, хороший бросок от защитника. Евгений Кузнецов нашел передачи. Поперечная передача через всех защитников и нападающих. Которые очень низко спустились на свой пятак. И нашел свободного Кучерова. Кучер умеет открыться на дальнюю. Потеряли здесь игрока. Овечкин своим движением на пятак заставил всех обороняющихся смотреть только на него. И потерять Никиту Кучеру, который второй. Гол забивает за сборную. В Санкт-Петербурге он отметился первым своим голом за сборную. Сейчас второй. И это дебютант. И это дебютант человек, которого в сборной мы все ждали. Потому что мы видели, что за океаном растет звезда. Но эта звезда все время участвует в решающих матчах. Финал конференции. Финал Кубка Стэнли. Ну какая тут сборная? Никита он вообще сам своей работой. Себя из себя сделал звезду. Поскольку он вместе, я помню, вместе с ЦСКА. В ЦСКА он вместе с Николаем Прохоркиным. У Никиты Гусем была хорошая тройка. Но вот по-разному поехал за океан в низшей лиге. У него была травма. Ему предложили лечиться там за океаном. Сделать операцию. Отправился туда. Там остался. И стремительно развивается. Николай Кулемич в штрафном боксе. Вот так мы открыли счет в матче. И сразу же испытание. Кэмпни. Кэмпни отдает ближнему. Перепасовка у борта. Можно вывести шайбу на чистый лед. Можно и нужно. Борьба на пятачке. И получится контратаку у российской команды. А там-то никого нет. Справа. Наместников. Владислав. Некоторое время сохранял шайбу в зоне атаки. Вот тоже интересная фигура наместников. Дебютант. И многие говорили, кто это такой. Мазякина в сборной нет, а наместников есть. А он здорово прогрессирует. И причем, опять же, вот он из той самой команды, которая участвует в самых важных матчах Кубка Стэнли. То есть финал конференции, финал Кубка Стэнли. Это все тампа. Да, 35 очков набрал в текущем сезоне. Третий сезон выступает за тампу. Седьмой бомбардир своей команды. Достаточно и два сезона выступал он за ОХЛ. Воспитанник Химика. Он из хоккейной семьи. Его отец Евгений сам выступал на приличном уровне в Северной Америке ради хоккеиста. Но при этом в юношеские годы развиваться, Владислав Наместников отправился в Подмосковье в Химик. Редкая ситуация. Обычно молодые подающие надежды хоккеисты сейчас стараются как можно быстрее выбраться за океан. Накладал героическое спасение его во втором периоде мы все прекрасно помним. И наверняка в Чехии это спасение будут обсуждать. Ну и благодаря накладу Александра Вечкина всего один бросок нанес вот за два периода. Ворочек ворвался, бросил, подобрал шайбу. Ворочек ворвался, бросил. Валерийск. Ворочек. 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 Еще полминуты большинства у хозяев. Ворочек. Ворочек. для конец смотри-ка многие команды используют одного нападающего на 7 линии 4 форварда действует в большинстве используют североамериканскую модель все-таки за океаном это принято и перехват до шайба в нейтральной зоне молодец анисимов проинтуичил и пошел на смену передача куликова непонятно где шайба ну вот наконец она из-под лахвата вылетела и вылетела очень благоприятно для россиян которые имели шанс удвоить свое преимущество нестров возвращаешь шайбу в собственную зону момент был у шипачева он сейчас шайбой пас на панарина панарин прокатывается за воротами выдерживает паузу на нестерова панарин приставными шагами движется к воротам новерта и дальше было не так интересно как хотелось бы в зону чехов бросок выкатился в орлова в очередной раз спасает семян очень хорошо прибавила наша команда в третьем периоде сразу же гол забили и вот это удаление кулимина конечно же да были пару таких неприятных бросков по нашим воротам но отработали и сразу же звено шипачева закралась зону атаки ну и контратаки а чехов они конечно же очень опасно у сборной россии появляется шанс играть на контратак после того как она открыла счет в матче в начале третьего периода интересно как измениться тактика команды олега знарка вот здесь неожиданно шайба отлетела к шипачеву он сам по моему все-таки был готов опять наклада до падения спасается команда любит он все-таки перекрывать помогать номер ту любит он хоккей лежа большой пол зоны перекрывает но если это играть игра на североамериканских площадок александр овечкин помогает своей обороне возвращается назад и перехватывает острейшую передачу сборной чехии вот как важно а крайне нападающему спускаться и помогать своим защитникам возвращаются российские нападающие в собственную зону нет численного превосходства у хозяев сейчас построже нужно действовать игра такая что может быть все закончится с преимуществом в одну шайбу я не удивлюсь кузнецов хороший контроль потерял скорость вот он под синюю линию кулемин и срыв атаки миломихалик обещайблен тарасенко не пройдет длинный пас тарасенко выкатился на владеющего шайбы малькин малькин статичное положение сейчас он пересекает синие линии он уже в зоне чехов идет на подмогу малькин развернулся лицом в площадку вот у передачи на плеканица плеканец на смену россияне не столь активно прессингуют как чехи но сейчас и стратегия изменилась игра можно встречать соперника поглубже поскольку российская команда имеет преимущество преимущество в одну шайбу мы отмечали что конечно же задача вот этих матчей прежде всего здесь на выезде в праге играть против домашней команды как можно проще как можно строже еще в москве в санкт-петербурге знарок своим подопечным подсказывал на скамейке что надо играть перед перестать давать диагональные передачи в своей зоне и играть попроще учатся йордан угрожал воротам семена варламова с одной стороны меня конечно не радует что воротам семена варламова бросают но с другой стороны я очень рад за верно потому что он получил повреждение уходил в раздевал все в порядке у него со здоровьем очень много кстати сейчас вот на предварительных матчах после какого-то столкновения игроки уходят в раздевалку там оказывают помощь героизм не нужен здесь да ну так такие моменты они есть во сколько мы можем и в кхл и где-то на чемпионате мира наблюдаем очень много всяких людей с переломом не играют здесь мужество нужно а вот героизм героизма необходим будет на кубке мира здесь лучше зайти в раздевалку проконсультироваться с врачами а потом вернуться на лед если что товарищи подминил 8 минут в третьем периоде сыграно пока он складывается исключительно благоприятно для команды олега знарка она ведет счете 1 0 но нельзя забывать и об атаках все-таки преимущество очень и очень зыбкая марченко пошел на перехват 2 в 2 кузнецов подержал шайбу отдал пас борту не поняли друг друга партнеры по вашингтону бывает плеканец плеканец рвет пространство выбрасывает шайбу на правый блок и момент в ближнем бою выручает варламов но сразу же начали нагружать с первой минуты встреч а он рад этой нагрузки он хочет доказать что может быть на кубке мира первым номером команды несмотря на то что с бобровским из народ завоевывал медали и чемпион врача как всех на себя стянул и бросил я почему-то вспомнил гол каменского на клубке канады восемьдесят седьмого года когда он четверых обвел вот так же в падении не бросил но не каменский на льду у чеха а каменский заброс это в самой концовке второго финального матча к сожалению выиграть не смогли эту встречу сейчас хорошая была атака у чехов а сходу за трибуну свистели поскольку посчитали что удаление было но и вы конечно не менее опасна была контратака в нашей сборной молкин у меня прекрасная возможность для броска нет сыграла партнера и остановка сейчас необходимо это необходимо перевести дыхание семян варламов конечно молодец раз за разом выручает в таких ситуациях когда уже казалось бы в упор бросок и и Играет музыка. Чем бы не завершилась сегодняшняя встреча, она обнаружила множество болевых точек. И нужно эти болевые точки ликвидировать тренерскому штабу при содействии игроков. Вот небольшое совещание мы сейчас видим. Игроки общаются друг с другом. Это просто необходимо. Важно слушать тренеров, но еще и важно между собой о чем-то договариваться. Сейчас была когда пауза, да, показывали спорные моменты. На взгляд режиссера, который, наверное, все-таки переживает за сборным Чехии. Поскольку когда был эпизод, Мартин Ханзел за ворот на линии, ворот принял шайбу. Дальше Кузнецов по нему сыграл. Он упал. Не получилось у него бросить ближнюю девятку. Вот потом еще Якуб Ворачек. На скорости вошел. Очень красиво, технично обыграл защитника. Но там, на мой взгляд, ничего абсолютно не было. Сам он уже упал. Больше. Но вот это вот очень хороший момент получился. Пауэто. Здесь, конечно же, вопросы к защитникам и к нападающим, которые низко спустились. Спустились, да, но все равно позволили ему вылезти на ворот. Совсем небольшой игровой отрезок. Давайте-ка повторять выбрасывание. И репетировать выбрасывание. Это тоже необходимо. В первом матче в Санкт-Петербурге Александр Овечкин сейчас показывает. Как раз против Хэнзела он применил в самом начале первого периода. Очень красивый силовой прием. Выкинул его на скамейку нашей сборной. И как-то осталось это за кадром. Как трофей. Да. Хэнзел как трофей. Ну, все там буквально, кто на стадионе был, ахнули в этот момент. Очень красиво было. Ну, никак не раскачается игра. Давайте же. Пауза затянулась. Хотим увидеть хоккей. Хотим увидеть комбинации во второй половине третьего периода. Шапачев усердствует на точке выбрасывания. А вот что значит. Матч обслуживается по Энхэловским правилам. Арбитр никого не убирает с точки. При том, что был накат со стороны и того, и другого. Не поменял нападающих. Арбитр, который вводил шайбу в игру. Но и в данной ситуации арбитр молодец. Не стал ни того, ни другого удалять. Два игрока упали. Нет, я имею в виду сейчас момент был, когда из-за ворот игрок нашей команды вылезал. И оба падения упали. Но ничего не последовало свежка. Будем верить, что судейство на Кубке мира будет подстать качеству игры футбистов, которые принимают участие в этом турнире. Потому что иногда вопросы возникали. Вот я уже сегодня вспомнил Кубок Канады 87-го года. В третьем финале, конечно, Дюйон Кахарский выглядел безобразно. И очень многие и в Канаде говорили о том, что несколько подпортили его действия, общую картину. Общую картину, потому что все говорят, что финал Кубка Канады 87-го года – это был выдающийся хоккей. А сейчас выдающийся хоккей демонстрирует Симон Варланов. Да, очень хорошая комбинация получала Милан Михалик был на острие, нападающий Торонто Мэппо Ливз и очень здорово пошел на пятак. Рвется сейчас темп игры. Кому это выгодно, Алексей? Стараются, да, переломить ход встречи. Прежде всего, конечно же, для сборной Чехии у себя на арене перед самими болельщиками не гоже проигрывать. И мы уже говорили в самом начале с тобой, что от сборной Чехии-то много его не ждут. Но это как раз для сборной Чехии издавна уже прекрасная возможность наоборот сделать, преподнести сюрприз. Воспользоваться моментами, когда их недооценивают. Да, и я думаю, что достаточно ровный состав у сборной. И сейчас они пытаются за счет своих лидеров создавать моменты. Это получается. Идут на пятак, пытаются действовать агрессивно. В третьем периоде в Санкт-Петербурге показали они, как это умеют делать. 12-4 перебросали, выиграли период 2-1. Но сейчас, конечно же, не кровь из носу надо выиграть для них матч. Но все-таки наработать ту ситуацию не самую выгодную для себя. Когда надо сравнивать счет, когда надо забить хотя бы один гол в матче. Но смотри. Чехи якобы аутсайдер на Кубке мира. У нас, во всяком случае, все специалисты убеждают в этом. Но при этом в первом матче в Санкт-Петербурге преимущество сборной России всего в одну шайбу. Сейчас преимущество всего в одну шайбу. Молодцы чехи. Их, по-видимому, недооценивают. Или вариант другой. Сборной России нужно существенным образом прибавлять. Наверняка это осознают и тренеры, и сами хоккеисты. В ночь со среды на четверг сборная России сыграет в Питтсбурге против Канады. И вот там будет невероятная игра. И еще раз хочу отметить, невероятная игра Семена Варламова. Оставляет сборной России шансы на победу. Если бы не Варламов, я думаю, что этих шансов было бы немного. Казалось бы, Хэнзелл уже поросал в пустой угол. И Семен Варламов просто переместился и здорово сразу среагировал. Самое главное на этот бросок. Очень много моментов у чехов. Надо отдать должное. Не только в третьем периоде, но во всем матче. Подправление отбывает Варламов. Свой рядом. Все в порядке. Телеген применил силовой прием, как жестко сыграл 77-й номер российской команды. Зайцев пришел на подмогу. Коллективный отбор шайбы. Орлов, самый востребованный защитник российской сборной, проламывает нападение чешской команды, которая сейчас прессингует у борта аж втроем. Ну и вот так вот, да, попроще. Пока шайба летит до вратаря чешской команды, можно поменяться. И свежие игроки. Это очень важно, да? И мы видим, получается играть в равной степени. Ну, опять же, у нападающих именно. В равной степени получать игровое время. Не получилась передача. Виной там у Куликов, который занял верную позицию. И сопровождал ворочек. Куликов. Держит шайбу, выбрасывает. Выбрасывает так, что на верту приходится закатиться за воротами. В противном случае мог партнер Куликова продолжить атаку. Звено Шипачева на площадке. Качельный хоккей мы с вами сейчас наблюдаем. Додонов. Круг ствердит. Додонов сражается с Милоном Михаликом. Данзел пришел на помощь. Данзел не смог пройти нема двух россиян. И отомстил Додонову. А тому же все равно. Потому что шайба упонарена. Смена. И те и другие устали. Шесть половиной минут до сирены. Будем надеяться на окончание в основное время. И на окончание благоприятное для россиян. Но для этого нужно очень постараться. Раньше был Зайцев. Свисток. Чем бы не завершилась встреча, наверняка сборную России будут критиковать. У нас сейчас очень много критиков. И если в каких-то игровых отрезках сборная России не доминирует, то тут же сразу начинаются претензии. Ганзел промедлил. Он промедлил и пока обрабатывал шайбу, чтобы она ему должным образом легла на крюк. А поскольку по скачущей тоже шайбе бросать получился бы не точная бросовка. Ну и бросил противоход. Не совсем точно получился бросок. Но все равно отметим Семен Морлан, который успел переместиться. Плохая передача. Обрез. И момент у Чехов. Чехи атакуют большими силами всей пятеркой. Спасла нас неточная передача. Вот сейчас тот редкий момент, когда у Чехов выходят ребята из четвертого звена. Бирнер, Яшкин. Должны же лидеры отдохнуть. Ну а у нас было звено Евгения Кузнецова, Никита Кучеров, Александр Овечкин. Никита Кучеров в зоне атаки не совсем точно не глядя отдал передачу. И сразу же потеряли контроль. Очень много борьбы в углах происходит. Опять же европейская площадка. И чем отличается. Но она борьба и на маленьких площадках возле бортов. Но дело в том, что когда ты выиграешь эту борьбу, ты буквально два шага делаешь, и уже момент для броска, реальный момент для броска. И ты находишься возле ворот. Это всегда опасно. Много потерь. Потери оборачиваются контратаками. Да, удается почистить. Варламов великолепен. Но вот такие обрезы нужно исключить в дальнейшем. Противостояние с Канадой – это последняя проверка. Там уже все будет серьезно. Что сейчас было, Алексей? Откровенно повезло нашей команде. Мне прям показалось, что уже все, гол. Ну, с такой позиции чехи должны были забивать. Но пока нам везет. И везет нашу команду к победе Семен Варламов. Ну, в третьем периоде в Санкт-Петербурге важную роль в везении сыграл Сергей Бобровский. А сейчас Семен Варламов. Сейчас будет повтор. Насладимся им в полной мере. Чистится лед. Повтор нам пока не дает. Но будем надеяться, что просто какие-то настройки там режиссер изучает. И мы сейчас увидим. Замечательный момент. Санкт-Петербург. Сразу прибавляет, да, сборная Чехии. И в динамике, и в агрессивности выиграют борьбу возле борта. И там момент был очень хороший, после которого получился просто шикарный момент для сборной Чехии. Владимир Тарасенко получает по лицу. Да, уборолся. Да, больно. Но в какой-то момент буквально на несколько секунд выключился из борьбы. И сразу же получился свободный игрок. Система обороны разрушилась. Какие разные встречи. Семь шайб позавчера и сегодня всего одна. При том, что моментов все больше и больше. По нарастающей сегодняшней встрече в первом периоде доминировали Чехии. У сборной России практически не было шансов. Она очень плохо играла в большинстве. Во втором периоде подровняли игру подопечные Олега Знарка и сами создали две великолепные возможности для взятия ворот Нойверта. Ну, а в третьем периоде счет открыт. Чехи стараются. Наши держат оборону. Очень интересный хоккей в концовке матча. Ну, и лидер по силовым приемам за весь матч это, конечно же, Ханзал. Он и бросает, и хорошо играет силовой борьбе на Аквадал. А у нас Алексей Емелин. Ну, здесь не попадает просто в ролик по воротам. Конечно же, удивительно. Да, все это в динамике получил он от лидера и капитана своей команды передачи из-за ворот. Не успевает спуститься на свой пятак и раз за разом оставляет одного игрока на пятаке. Вот на что надо обращать внимание в дальнейшем. Как раз говорили тренеры о том, что игра на своем пятаке сейчас это проблемная зона в сборной России. Тут многое нужно менять. И нужно играть в большинстве более эффективно. В первом матче были предпосылки для того, чтобы большинство разыгрывалось более энергично, изящно, конструктивно, а вот сегодня с большинством проблемы. Но в таком и смотри, дисциплинированно ведут себя хоккеисты в третьем периоде. Это к вопросу о том, что результат выставочной игры тем не менее важен. Все-таки необходимо моделировать те ситуации, которые будут на Кубке мира. Ну, сегодняшний матч против сборной США мне показал, что канадцы все-таки с небольшим запасом играли, могли они прибавить нужный момент. Да, там очень хотели как раз выиграть американцы, они это и сделали. Команда. Но вот сборная Канады, которая в своем составе имеет, это пока единственный гол Кучерова, да, сборная Канады, которая в своем имеет аж 13 человек, которые забрали в регулярном чемпионате в предыдущем 60 или более очков. Не смогли обыграть американцев. И вот я про то, что наша сборная с таким же запасом играет. Два в одного выход, передача на Додонова. Додонов мог решать судьбу сегодняшней встречи, если бы он забросил вторую шайбу за три минуты до конца периода. Думаю, вопросов уже бы не было. А так интрига сохраняется. Ну а что? Так интереснее в конце концов. Я же говорю о моделировании ситуации. Держать оборону до самого конца. Это тоже интересно. Этому тоже стоит поучиться в преддверии Кубка Мира. А сейчас еще чехи, наверное, снимут галкипера. Будут играть в шестером с пустыми воротами. Ну ничего, что не забил Додонов. Давайте не будем его укорять. Еще раз повторю. Меня как-то настораживает, что пресса болельщики критично оценивают в сборную России, которая только-только проводит первые матчи в преддверии Кубка Мира. Нет еще сыгранности. Не почувствовали еще тонус. Хотя Додонов уже почувствовал тонус. Вот такая игра. Да и какой-то у нас очень все здорово. 7 очков достаточно много. И команда лидер, и играет много. Шипачев, Додонов между собой. И хорошее звено. И с самого первого матча производит очень хорошее впечатление именно эта тройка с Панарином. Они, конечно же, здорово действуют и любят вот такие квадратаки. Если выходят два в одного, три в два, то обязательно жди красивых передач друг по другу. Кузнецов поставил корпус, а вот только откинул шайбу неудачно. А так сыграл позиционно он правильно. Накладал. Отбор хотел сделать передачу, а получился проброс. Янточ досадует. Нельзя так, конечно, себя вести в концовке периода, когда твоя команда уступает. То есть тоже нельзя, когда разница всего в одну шайбу. Да, надо что-то менять в сборной чехии и прежде всего сделать брасывание. Ну вот смотри, что происходит. Чехи дарят нам шайбу и сразу Тарасенко создает опасный момент. Вот задержались мы в зоне Нойвер. Нам представляют помощники, я уже говорил, что они молоды и вряд ли как-то могут серьезным образом на Яндыче повлиять. Относительно недавно работают они на тренерском мосту. Ну сейчас такая тенденция, что тренерский корпус омолаживается. Но с другой стороны у Беткука в помощниках Квенелин. Вообще невероятно. Ну да ладно, не будем пока про канадцев. Россияне пытаются перехватить шайбу. Квенелин отрабатывает назад, решил приостановиться. Мистер вступил в борьбу. Емелин помогает Нестерова. Малки каким положено классическому центральному нападающему советской школы рядом с защитниками. Третий в обороне. Емелин. Передача на Кентни. С пустыми воротами играют чехи, вы уже поняли, они в шестерон. Да и Титр нас оповестил об этом. Кентни. Бросок. Варламов отбивает и чехи сравняли счет в матче. Додавили доджали. Не сумели россияне почистить патачок. Да, не совсем насуразно и углового получился. Плеканец радуется. С неудобной руки он нанес бросок по воротам Семена Варламова, которому, на мой взгляд, мешали все-таки среагировать на этот. Несильная бросовка, но Семен был с помехой. Прошла передача Кентни на правый борт, Ворочек бросает, шайба отлетает от Нестерова и ударяется в Варламова, потом в Плеканица. А Плеканец подставил. Он, конечно же, до и... Да, был контакт против Варлама у него, но это был контакт не площадью Орот. Овечкин, видимо, пытается доказать, что Плеканец очень уж активно шел на нашего вратаря и задел его. Плеканец и автор Шайбы и капитаны и мог принять участие в этом диалоге. Давайте смотреть. Шайба попала в Плеканица, он зацепил Варламова. Решили арбитры, что все легитимно. Да, и не будет просмотра. Тащил, тащил Варламов и не вытащил. Но претензий к нему никаких. Чехи фактически играли с численным превосходством. То есть формально это гол 5 на 5, но мы это видели, что 6 полевых было у чехов на площадке. Поэтому изучаем протоколы, но в то же время и смотрим, что конкретно происходило на льду. Чехи сейчас воодушевлены, они идут вперед. Передача Шайба отлетает то ли от щитка, то ли от штанги. Мы будем считать, что так оно и должно быть, поскольку хочется посмотреть овертайм 3 на 3. В первый же день выставочных матчей в противостоянии Швеции и Финляндии был овертайм в формате 3 на 3. И шведы висели на воротах финнов, ну прям как панда на дереве. И тем не менее финны провели одну контратаку в концовке и добыли победу. Вот такие курьезные овертаймы в формате 3 на 3. Ну, обычно так все и получается. И в играх НХЛ, в овертаймах тоже команда, во-первых, стадион стоит на ушах буквально, когда 3 на 3 играет. И это супер зрелище. Нам предстоит увидеть сейчас еще 35 секунд. может сборная Россия сейчас предпримет какую-то энергичную и яркую атаку и мы уйдем победителями. Сальда О2 арены. Последние секунды третьего периода. Шайба в нейтральной зоне. Я сказал о том, что выставочные матчи это не только победы для создания хорошего настроения, это моделирование разных ситуаций. Вот была ситуация, когда нужно играть против соперника, который снял вратаря. Мы не сумели удержать преимущество. Звоночек. Звоночек и сирена. Завершился третий период после 60 минут игры. 1-1 ничья. Посмотрим овертайм. сирен вратаря. Продолжение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большинство игроков сборной Чехии и сборной России знают, что такое овертаймы в формате 3х3. А вот тренеры с этим форматом, плохо знакомые, в России на предсезонных турнирах иногда проводят такие эксперименты. И эти эксперименты полезны и любопытны. И тот же Виталинж говорил о том, что у него определенный интерес возник к этому формату, что он более зрелищный, что он более зрелищный. Я помню, в интервью задавал ему вопрос как раз по поводу овертаймов 3х3. В любом случае, наверное, есть наработки. И вот то, что сейчас сборная России сыграет в формате 3х3, может быть, приведет к тому, что и на тренировках мы будем заниматься игрой в формате 3х3. Допускаю я. Кузнецов, Зайцев, Кучеров. Такая тройка у нас. Зайцев оставляет Кучерову. Тут на первый план выходит индивидуальное мастерство. Тут практически никакой тактики нет. Умеешь ты обыгрывать, бросать ты король. Кузнецов идет в обыгрыш. Да, оставил неудел Ворочек, который соорудил, кстати, голевую атаку на предпоследней минуте. Кузнецов, мощный замах, замах от уха, бросил и нойвер заворожил шайбу. В игре 3х3 очень важен контроль шайбы. И поскольку потеря шайбы, вот как сейчас посмотрите, как чеки обороняются, сгруппировали свои зоны и дают по периметру кататься, поскольку в глубину, в этот треугольник передачи, если пройдет, то это хорошо. Если нет, то это сразу же потеря и может быть очень острая контратака. То, что очень часто и получается в овертаймах 3х3. Потеря, ты можешь кататься по периметру, по всей зоне сколько угодно. Одна потеря, контратака, гол. Все. Малкин на точке вбрасывания. Куликов ближе к синей линии. И рядом с Малкиным Кулемем. Шайба отлетела к Куликову. Куликов подумывает, что с ней придумать, что с ней сочинить. Отдал Малкину. Малкин ее далековато от себя отпустил. Приближаемся мы к собственному вороту. Раскатывается Куликов. Прошел попробовать себя в роли нападающего. Вошел в зону, бросил. Правильное решение. Да, правильное решение. Если бы он стал искать передачу назад, перехват на Малкина. И Малкин оставался бы один как защитник. А это, конечно же, не его дело обороняться. А его дело обыгрывать. И вытягивать на себя игроков. Отдавать красивые передачи. Но Куликов молодец. Очень хорошо все сделал. И грамотно распорядился шайбой. Ханзел проиграл вбрасывание Панарину. Вообще-то не Панаринское дело выигрывать вбрасывание. Но в формате 3 на 3 иногда и не центральные нападающие выходят на точку. Тарасенко набирает скорость. Здесь в этой тройке нет ни одного центрального нападающего. Марченко укращает шайбу. Кэмпни. Отбросил назад и подарил шайбу сопернику. Подарил шайбу Шипачеву. Шипачев на Тарасенко. Снова Шипачев. То там третий, третий Орлов. Орлов идет на обострение. И бросил таки Орлов. Вот умница. Еще. Еще один момент. Тарасенко с неудобной. Но Оверт выручает. Сборная России в овертайме доминирует. Мне как-то тревожно встал. Я вспомнил про шведов. Которые 4 минуты гнули финнов. И потом пропустили шайбу. Нельзя заигрываться. Нужно помнить и об обороне тоже. А не было ли нарушения правил? Нет. Считает арбитр. Вот и контратака. И не давать бросать. Варламов выручает его вертами. Какой же он красавец. Кемский имел шанс. Додонов. Пошел в обыгрыш. Оставил шайбу. Бросок. Бросок Овечкина. Додонов был без скорости. И тем более соперник применил против него силовой прием. Варламов. Выбрасывает шайбу вверхом. Но решил не рисковать. Выбросил шайбу подальше. Да. И Овечкин ждал той самой передачи. Но не получилось. Очень большое напряжение. Поскольку потери вот за воротами. Да. Имеет момент сборная России. Но вот потеря к чему привела? К такой контратаке. Ну конечно очень необычно. 3 на 3. И сразу обилие моментов. Овечкин оказался сейчас на льду в одном сочетании с Малкиным. А вот интересно. Можно сыграть в трех нападающих в овертайме? Это большой риск. Согласен. Но все-таки больше выбирает. 1 на 1. Выход Овечкина. Выход Овечкина. 1 на 1. И он не сумел переиграть. Ноеверта показывает, что против него было нарушение правил. Зацеп. И теперь ответ Чехов. Браво. Ворочек не сумел переиграть. Галкиперы сборной России. Варламова. Выходы 1 в 0. Как говорят на хоккейном сленге. И вратари выглядели безукоризненно. Они молодцы. Куликов там затеяли смену. Не успели. Буквально чуть-чуть задержался. И Куликов назад уже не успевал. Но Варламов два момента. Каких вытаскивает Овечкин. Недоволен. А когда он выходил 1 на 1 за ротарем. Ударили его по рукам. Но судьи пока момента. Да, здесь проткнул его, конечно же. 62 номер. Это Шостер. Шостер. Да. Уже спасал ситуацию. Да. Ох, молодец какой Семен, а. Сколько моментов. Какое-то затишье на О2 арене. Чехия берет тайм-аут. А можно объяснить это? Ну да, надо отдать, отдохнуть своим игрокам. Коих лидеров, тех игроков, на которых рассчитывает прежде всего Йозеф Яндыч. Именно в овертайме. Их меньше, чем у сборной России. Поскольку, да, мы отмечали, что равно количество времени получают игроки сборной России. И, ну, еще надо отметить такой фактор, что все-таки команда еще новая, новшество, да, игра 3 на 3. И как-то команды не адаптировались, не нашли тот идеальный рецепт игры в овертайме 3 на 3. И поэтому раз за разом возникают какие-то такие непонятные ситуации, когда очень много выходов. И не угадывает также, и трех нападающих выпускает. Кузнецов присел на колено даже для того, чтобы выиграть в Браслоне. Кстати, он изначально крайне нападающий, стал играть в центре именно в сборной при Зенитуле Билилединове. Кто-то его пробовал на этой позиции. И как-то освоился в качестве центра форварда Евгений Кузнецов. Вылезают чехи из-за ворот, но вылезают так, что шайба оказывается на крюке клюшки уже у синей линии. И это накладал. Проделал путь от синей линии до чужих ворот, но безуспешно. Последние секунды овертайма. Похоже, мы еще и буллиты посмотрим. 30 секунд остается. Против Кузнецов. Он обострил. Выдал отличную передачу. И был момент для завершения матча. Если бы щас шайба залетела в ворота, то завершился бы и матч. И тут нарушения не было. Хотя подпрыгнул кемп не намекающе. Но в то же время он не стал смотреть на судью, мол, что-то не удаляешь. Никаких претензий. Орлов. Выход 2 в 1. И бросает Орлов. А тут серия на 1. 1 после 65 минут игры в Праге. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Немного статистики перед буллетами. Сборная Чехии перебросала россиян 34-20. Так что это нужно учитывать. И вот серия послематчевых бросков начинается. И начинается она крайне неудачно. Для чехов можно ли назвать броском то, что сейчас сделал Бостер? Да, пытался он быстро убрать и показать Семену Варламову, что будет бросать неудобное, а потом на удобную быстренько. Но не получилось. Семен все контролировал. Судья останавливает Панарина. Что-то ему не понравилось. Фальстарт получился. А вот теперь разгоняется 27-й номер российской команды. Лучший новичок НХЛ. Шайбой бросает. И номер до последнего стоя в воротах. Да, отмечали мы очень высокий класс вартарей. Всех вартарей, поучаствовавших в этих двух матчах. И вот номер очень серьезно здорово себя проявляет. И по булитам видно, что прочитывает. Как только сбрасывают скорость нападающие, так сразу же меньше шансов становится на то, чтобы забросить. Варочек, может сказаться усталость. Он очень много времени провел на площадке. Он помог команде сравнять счет в игре. И сейчас может не хватить концентрации. Руки может устали. Но он забивает. Да, забивает. Да, вот на самом деле нашел ту самую точку. Вот чуть-чуть правее он двинулся. Нападающий Филадельфии. Капитан сборной Чехии в 15-м году. Очень хорошо положил шайбу в домик. Там прям не домик было, а домище у Ларламова. Много пространства он оставил. Тарасенко под свист трибун. Идет на ворота Нойверта. Бросает и забивает. Счет сравнялся. 1-1 по булитам. Молодец Тарасенко. Владимир очень хороший. У него резкий бросок. Он это показал в большинстве в первом матче. Положив шайбу в девятку. А здесь таким же способом отвечает на гол Горочка. Прям лучится, да? Светится. Так рад. Хемский. Ну не зря его избрали лицом компьютерной игры. Хемский с окаянным хватом. Очень часто тренеры выпускают на булиты игроков с окаянным хватом. И Хемский забивает. Хемский такой же, в таком же стиле исполнил. Чуть правее двинулся. И с той точки справа двигался чуть под углом, как и Ворачек. И попадает уже в дальний угол. Да, ну очень здорово сделал. Показал он, наверное, что... Тонко так сыграл, да? Обычно в такой ситуации нападающие, да, два решения. Либо в доме, как Ворачек, либо вот так вот, как... Кучеров. Кучеров имел шанс в овертайме. И попадает в штангу. Как же обидно. Победа сборной Чехии со счетом 2-1 в серии после матчевых бросков. Но это было интересно, познавательно, поучительно. И сборной России стоит делать выводы. Не критикуйте, пожалуйста, ребят. Не нужно. Им нужна сейчас поддержка. Поддерживали сборную России на протяжении всего матча. Алексей Бадюков и Дмитрий Федоров. Всего хорошего. До свидания. Пока. Встретимся на хоккее. На программу! Встретимся на хоккее.